Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом вы можете ожидать свои комментарии. В общем, будем разбирать, что у нас здесь интересного. Здравствуйте, Галина! Моя история будет вам интересна, хотя бы я бы хотела остаться анонимом. В мае 2020 года в пандемию через международное приложение МИФ мне написал парень из Стамбула. Ему 38, мне 31. Я выгляжу гораздо моложе моих лет, но в профиле точной информации о моем возрасте я не писала. Позже его даже не смутил мой возраст, он пояснил, что он намаз не совершает, семья толерантная, они витые, у них много исключений из правил. Наше общение началось вполне нейтрально. Он написал, привет, как дела, была ли ты раньше в Стамбуле, что делаешь на этом сайте. Я пояснила, что в Стамбуле я раньше не была, но турецких мужчин воспринимаю со знаком вопроса, что это не мое от слова совсем, что в пандемию просто общаюсь с разными людьми на сайте, элементарно о том, как в каких странах происходит пандемия, посиделки. И так как в городе локдаун, и все сидят, скучают по домам. Он начал писать мне ежедневно, сказал, что ему очень понравилось, что со мной легко, интересно общаться. Он общался культурно, без каких-либо намеков, за что я даже раньше блокировала мужчин многих на этом сайте за это, за намеки. Рассказал, что у него с его семьей стоит стройка, у дяди строительная фирма, и на какое-то время стройка остановилась из-за пандемии. Рассказал, что с трудом открывал незадолго до пандемии строительный магазин, но из-за пандемии ничего не получилось, пришлось закрыться с большим минусом. У него в семье четверо детей, старшая сестра и трое сыновей еще. И сыновей он старше. Сестра замужем, живет с мужем отдельно, средний брат женат, живет тоже отдельно от родителей, а они с младшим братом живут с родителями. Отец болен после автомобильной аварии, третий год прикован к постели. И этой весной, к сожалению, в скобочках написано, отец у него умер. Общение с ним не доставляло дискомфорта. Мы быстро из МЭФ перебрались в WhatsApp, писали, звонили друг другу ежедневно, общались на английском. Он не знает русского, я не знаю турецкого. В процессе общения выяснилось, что мы родились в один день. Он прислал с фото своих документов, я показала ему с УВИ, что у нас даже одинаковая группа крови резус-фактора. Ну просто брат-близнец у вас нашелся за границей. Через пару месяцев он начал присылать мне стихи на английском, которые сам писал обо мне. Было очень интересно, приятно. Он сказал, что с учетом того, что он полтора года как расстался с девушкой и не вылазил с работы, помогает с братом-матери смотреть за отцом, забыл о своей личной жизни. Сайт МЭФ в пандемию был просто способом отлечься, но он нашел меня из плоскости просто общения, перевел в чувство все это. В июне 20-го он признался мне в любви. Это было так мило, но я не знала, что ответить и сказала, не спешит ли он, уверен ли он. Я сама в разводе уже как пару раз, но не хотела ему об этом говорить, потому что я особо не понимала своих чувств к нему. За это время переписок и звонков я уже привыкла, что есть он в моей жизни. Я ждала его сообщений, его звонки мне хотелось в моем плотном рабочем графике находить. У меня всегда было для него место. Он становился мне ближе, дороже. Разговор о моих разводах все же состоялся. Он это воспринял не очень хорошо, сказал, что два развода это многовато. И он стал спрашивать подробности. Я сказала правду. Он спросил, сколько длились первые отношения. Я пояснила, что 14 лет. 10 лет со школы мы еще встречались, а 4 года были в браке. Это моя первая детская любовь. Мы переросли эти отношения, мирно разошлись без детей. Второй брак 5 лет. Там была измена мужа. А простить этого я не могу и не хочу. Детей от второго брака у меня тоже нет. Он вроде после объяснения успокоился и сказал, что да, измена это то, что тоже он бы не смог простить. Из-за этого он тоже расстался со своей бывшей девушкой, что она ему изменила. Когда он об этом узнал, он с ней расстался. После еще нескольких месяцев общения он стал звать меня в Стамбул. Сам приехать не мог из-за отца. И, как пояснил, работа пока нестабильна. Ну, короче, денег, проще говоря, не было. А со сам у него есть брат, если что, младше помогать. Девушка, я самостоятельно зарабатываю на себя сама, поэтому решила поехать познакомиться. Дать шанс, так сказать, человеку, но проявить себя. К октябрю 2020 года наши отношения переросли в очень теплые. Я пояснила, что с моей работы и отпуска я уже отгуляла. Максимум с пятницы по воскресенье могу прилететь в конце октября. А он согласился. Я купила билет, прилетела, остановилась в отеле из аэропорта Сапиха. Он меня не смог встретить, так как в пятницу у него рабочий день. Прилетела я в обед, но вечером он пришел ко мне. Мы пошли гулять по вечернему Стамбулу. Он пригласил меня в ресторан. Мы много разговаривали. В один из моментов после выхода из ресторана он сделал мне замечание, что якобы я посмотрела на кого-то мужчину в ресторане. Хотя я даже не поняла, о чем говорит он, так как мужиков там я точно не разглядывала. Поскольку была уверена и в нем, и была увлечена общением с ним. Ревнивый, подумала я. И попыталась объяснить, что он ошибся. Но он это воспринял как обиду. За эти два с половиной дня мы гуляли, сидели в ресторанах, общались. Он обе ночи оставался со мной. Моему понравились друг другу при встрече. Практически сразу это было как магнит. Но красивый, умный. Я даже, скажем так, достойный экземпляр. Настянуло друг к другу невероятно. И он сказал, что хочет ребенка от меня, но после свадьбы. Я шутила, что его родственники, возможно, не примут девушку 38 лет. И что мы еще мало знакомы для брака. Он сказал, что родственники его не осудят. Что это его выбор. А, я там ошиблась, начальник так прочитала, что ему 31 год, а ей 38. В воскресенье я улетела в Россию. Он проводил меня в аэропорт, долго обнимал. Потом общение продолжалось в онлайне. После личного знакомства он стал более ревнив. Стал подозрительным, нервным. Типа, ты онлайн? Но не ответила мне быстро. Сообщение не пришло. Или вот я вспоминаю в Стамбуле, то, что ты посмотрела на другого мужчину. Или, наверное, у тебя в России кто-то есть и так далее. И бесполезно становилось говорить, что у меня никого нет. Что я к нему привязалась. Мне никого не хочется искать. Для него я стала виновата во всем. Мы начали много ссориться на фоне его текстов с пустыми обвинениями. У него не ладились отношения с дядей по работе. Он с ним ссорился, друг не отдавал долг и так далее. В общем, были проблемы у него. Он мне все это рассказывал, но денег не просил. Весной этого года у него умер отец. И он на меня вылил просто огромный фонтан обвинений. Что я не рядом, что я его не поддерживаю, что я думаю только о себе. Хотя каждый день мы с ним общаемся. Я всегда интересовалась тем, что происходит в его жизни. Так, я здесь немножко остановлюсь. Постараюсь не забыть и поясню. Этот мужчина ждал, что вы измените его жизнь к лучшему. Поэтому он вас обвиняет. Это не его личные, неоправданные надежды. Вы типа для него такой лучик света был. Но я потом побольше раскрою эту. Я стала чувствовать, что начинаю его раздражать. Временами он был мягок, добр, просил прощения за свои нападки. Объяснял, что его психически, психологически ему сейчас очень сложно. Но через некоторое время он снова падал в истерику. Писал мне грубости. Стал упрекать в том, что уже 21 год. А я не соизволила приехать. Хотя у меня вообще-то тоже свои сложности есть. Я объяснила, что у меня не было возможности пока что. Он стал вспыхивать буквально от моих любых слов. Доброе утро. Его все это стало злить, бесить. Он стал писать. Ты меня не любишь. Я не верю тебе. Я не могу быть женщиной, с которой у меня пропало доверие. Ты, наверное, кого-то завела себе в России. Но я никого не заводила. И так далее. И человек, который писал мне стихи о любви, смотрел на меня с любовью в мои глаза. Он стал просто злым, спыльчивым, эгоистичным и резким. Я не могу понять, что с ним происходит. Мы слишком часто начали ссориться. Он увидит причину абсолютно во всем. Более того, он позволил себе неоднократное оскорбление в мой адрес. И он мне даже написал, ты типа шлюха, потому что посмотрела на того мужчину тогда-то. Ты была замужем вообще-то два раза. Тоже причина. Он вообще красавчик. Значит, ты шлюха. Ты переспала со мной в первый же день. И так далее. Меня это ужаснуло просто. Человек, которого я знала, испарился. Пробовала задавать вопросы. Что происходит. Что ты себе позволяешь. Но ответов я не получала. Он мне писал только одно потом. Прости меня. Я себя спрашивала. И не нахожу причину в себе многоточие. А у вас ее нет. Причина только в нем. А вот что с ним, я понять не могу. Но и мириться с тем, что он перешел на оскорбление, я тоже не хочу. Да, сейчас все еще есть к ним какие-то чувства. Я переживаю. Но оправдывать его я тоже не хочу. Как-то он в порыве днева написал, что ударил бы меня за мой дерзкий ответ. Но потом спохватился, извинился. И типа, я бы так, конечно, не сделал. Ты что, я бы себе этого потом никогда не простил. Я ему написала, что ни одному мужчине не позволю поднять на меня руку. И что это плохо для него закончилось бы. Теперь сижу и думаю, кто он? Любит ли он или играл? Что происходит? Сейчас мы в очередной ссоре из-за его припадков, надуманной ревности. Но я хочу понять, что это за человек. Что он псих или здоров? Мне его бояться или бежать? И он в глубокой депрессии? Вообще я запуталась. Отвечаю. Да, у человека определенные проблемы были до вас. Проблемы вообще не вас. Вы и так уже многое позволили ему. И позволяете до сих пор себя оскорблять. В этой позиции надо прерывать. Я бы, человек с здоровой психикой, бы прервал общение. И не позволил к себе такого нехорошего отношения. Это просто все, скажем так, ужасно. Что он себе позволяет. Далее. По поводу него. У него проблемы. У него проблемы, я не знаю, насчет психики, диагнозов не ставлю. Однозначно у него какие-то депрессивные настроения. Тут еще умер папа. Эти проблемы я начала сразу читать, когда говорили, ой, у него есть дядя проблемы в магазин. Вот эта история, когда тебе начинают сразу жаловаться мужчина в отношениях, да и женщина, ну вообще, да, человек, говорит о том, что у меня проблемы, я живу тут того, кто мне будет помогать в жизни, быть там на плюсе, на позитиве и так далее. То есть у него ожидания на вас были больше. Он ждал женщин. Он не факт, что он какой-то там Альфонс. Нет. Он ждал эмоционально, кто его будет вытягивать. Он ждал себе спасателя на подмогу. Эмоционально, морально. И вот эта история, папа 3 года уже до этого, прикован к постели, он там с братом за ним ухаживает, поэтому живет с родителями, вынужден помогать, бла-бла-бла, вся история. Что думаете, ему хорошо жилось? Ну, конечно, это его сковывало, это определенно отец. Тут папа еще умер. Все, короче, это все вместе. В общем, он в такой депресснике определенно находится уже минимум 4-5 лет. До этого 3 года, как с папой трагедия, да, потом потех стал, ловилась хуже, хуже, хуже. И вот у него появился маячок, такая женщина-спасательница, он себя ждал. Знаете, такую русскую спасательницу, иностранку, которая будет, вот, я ради тебя с милым рай в шалаше, сейчас коня побегу останавливать. Вся вот эта история, я сама все, вы билеты даже все сами куплю. У нее денег нет, у нее денег нет, он все это вам рассказал. Ну, ну, что тут говорить? Куча-куча проблем. И человек ждал, что тут их будет решать. Не прямо приду, все разведу хотя бы, да, но своим присутствием. Вот это надо, чтобы он ныл, а его слушали, чтобы он ныл, а его хвалили, самооценочку. А знаете, замучайтесь поднимать самооценку. На самом деле, я бы его отправила даже не к психологу, а к психиатру, диагностировать депрессию и выписывать антидепрессанты. И даже психологу тут работать пока что не с чем. Надо сначала находить причину депрессии или лекарства, а потом уже вместе ему идти на терапию. На каком-то, я бы даже сказала, психотерапевту, скорее всего, не психологу. Там что-то посерьезнее закопано. Явно психолог, просто обычный психолог с простым психологическим мышцем образованием, скорее всего, не справится. Потому что, точнее, результат не будет. Потому что это и работает. Будут деньги просто так потрачены. Ему надо к психотерапевту и к психиатру идти. По поводу вас что с ним делать? Вам оно нафиг надо? Вы что, за него ответственность взяли? Вот вообще нездоровая, неправильная ситуация невротиков, мы в ответе за тех, кого приручили. Наша любимая книжка. Даже эта фраза в цитатах, в всяких кружках, тетрадках пишут. Это больная история, ты нездоровая. Нет, ты не в ответе за того, кого ты. Ты никого не приручал. Животное ты в ответе, но не человек. Человек сам делает свой выбор, с кем быть и не быть. Вот вы должны делать свой выбор. Вам, если приятно, что вас матерят, угрожают, что вас бы ударили, это действительно правда. Он сказал то, что он думал на самом деле. Вам нужен такой депрессивный, истеричный мужик, пожалуйста. Если оставайтесь, продолжайте мучить. Ему не вы нужны, а с помощью специалиста. Вы можете ему об этом сказать. Сходил бы ты к психологу. Для начала психиатра слишком страшное слово. Психолог уж сам перенаправит, если надо будет. Вы не в ответственном, он вам никто. И дело не в том, что он стал таким. Он отчасти играл в приятный образ, которым он сам хочет верить. Он таким и был. Но под вот этой обличкой хорошего, приятного, романтичного со стихами на самом деле был вот он. И пока мы с ним в отношениях умер папа, это еще больше его в это состояние спустило, скажем так, сверху вниз. Потому что он катится по наклонной. И честно, это нездоровая история. Вы не должны его спасать и помогать. Это он этого от вас и ждет. Тем самым своей благодарностью, потом и прости, он вас затянет в эту историю. И вы будете чувствовать себя ответственной за него. Вот я живу. И вот эта вся история нездоровая начнется. Я скажу, спасатели, жертвенные такие, которые готовы, альтруисты, все отдать, меня не поймут женщины. У нас таких очень много. Я думаю, в комментариях это будет написано. Но по-правильному оставьте эти отношения. Пусть лечится, решает свои проблемы и потом возвращается к вам, если вы хотите этого. Вы здесь можете только посоветовать человеку обратиться к специалисту. Все. Вашей ответственности в этом больше никакой нет. Вы ничего ему не должны. Эта история была еще начата до вас. Это все внутри у него было. Просто стало гораздо хуже. Там явно, может, он в ремиссии какой-то находился, когда вас встретил. Но он вряд ли нет. Там были такие в письме фразочки, упаднические настроения. А-ля депрессивные мы уже там читались. Он уже ныл и скулил на тот момент. Он агрессивен. И он агрессивен на вас. Он ждал это его неоправданное ожидание. Он ждал спасения, что вы решите его вопросы и так далее. Он даже вас обвиняет. 21 год на твое, ты что еще не приехала? Алло, чувак, а ты еще что денег не заработал ко мне приехать? А он не может. Он не в ресурсе. Он в депрессии. Он не может, не заработал. Он ничего не может. Он только может сидеть, обвинять, ругать и так далее. Это человек слабый. У него виноват папа в том, что папа умер. Он винил, скорее всего, своих родителей, что ему приходится с ним жить. Он винит своего дядю. Дядя, ты что? Дядя, походу, с него что-то на работе требует, а он работать не хочет. Потому что он не в ресурсе, потому что он в депрессии. Он не в работоспособности, на самом деле, выбитый из колеи. Друг у него виноват в том, что деньги нет. Все виноваты, но не он. Это такая, знаете, а-ля, у него какая-то депрессия, скорее всего. Еще при этом у него по жизни он всех винит. Он снимает от себя ответственность. Слабый человек. Допустим, он условно вылечится от депрессии, а винить у всех не перестанет в своей жизни. Он таким, это часть его характера, он такой и есть. Если он не захочет, конечно, помните, он, наверное, вряд ли это захочет. Потому что винить остальных, быть жертвой, себя жалеть, это всегда удобнее и приятнее, чем напрягаться и менять свою жизнь к лучшему. Вот такие выводы. Девочки, пишите в комментариях, сталкивались с таким или нет. Пожалуйста, если я была полезна, мне очень приятно. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту для того, чтобы вы могли прислать вот такую историю анонима в теме письма. Пишите историю от анонима. Либо записаться ко мне на консультацию индивидуальную в теме письма-консультация. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok